Жду. Скоро. Какой виснет? Ну, шо виснет? Так виснет или не виснет? Так, люлечек. Ой, кто это такой золотенький у меня тут, а? Это жаль, это дюлька моя, дюлька. Ну, так, я что-то не помню, я заходила сейчас. Куда? У меня уже, господи. Я заходила к тебе и увидела, что у тебя выпадает прямой эфир. Всем здравствуйте, друзья! Я же предупреждалась. Опа! Опа! Это опять готовится. Просто раз она стирала. Привет, звездочки мои! Всем привет, дорогие друзья! Настюша, что ты там готовишь? Ой, ты пирожок, ты посмотри, сидит, Ксюш. Скоро у тебя такая же будет. На самом деле, очень скоро, очень скоро. Ты посмотри. Ну, я тоже надеюсь, что это... Это не зря. Вот видишь, с мамочками общаешься. Одна у нас уже мамочка, вторая на подходе, а ты будущая. В любви, конечно, не видно. Я вечно, вечно почему-то я в этом эфире нахожусь там, где, это, в буковке. Так и Настя, Аня, Настя с другой стороны. Ты посмотри, сладкий. Кушает, кушает. Сдала, скинулась. Ложечку за маму, ложечку за папу, самолетик, бжжжжжж, летит к тебе. Ой, лапулька какая, ой, светлодки. Ой, девочки, у меня тоже сегодня был прикол. Я поехала в роддом делать УЗИ и подумала, что я уже рожаю. Ты серьезно? Потому что у меня, да, у меня схватки уже и вечерние, и дневные, так что у меня женщина на подходе уже, моя принцесса. Посмотрите, какие здесь прекрасные комментарии пишут. Ты одна бездетная осталась. Господи, какой кошмар. Девочки, подождите. Вы знаете, всему свое время. То, что она общается с мамочками... Да нет, я не буду таким говорить. Это надо таким людям. Карма все вернется и все воздаст. Ты слышишь, хамки хреновые. Вы тут сидите, вышли отсюда. Ну, реально, бездетная осталась. Я тебя бездетную сейчас. Ой, не будите в дьюльке зверей. Вам ни зверей будет не надо. Кошмар какой-то. Карма все вернется, не вернется ни к вам, ни к вашим детям. Ну, на самом деле, дети, это, знаете, они... Ты сильно запланировать их тоже не можешь. Они приходят тогда, когда человек готов к ним. Не, ну, подожди. Я знала, когда это все будет. А? Плановая? Я не поняла. Смотри, есть плановая, есть... Ну, по идее, как бы плановая. Смотри, у меня плановая, кесаревая, но мне сегодня посмотрели, у меня плацента в первой степени. Рановато, говорят, ну, сейчас подозреет. Но я могу и ночью уехать. А? Потому что если у меня... У меня очень часто начались схватки, уже и днем, и ночью. А? Если у меня не будет проходить, то я, конечно, поеду на карете скорой помощи. Позвоню врачу, и все. Судачи тебе. Я потом кью-то, когда в марте, я уже приеду на этот год. Как тебе-то к гостю хотела заехать? Я же к маме к твоей зашла. Да у вас все, девчонки, это самое, вот ты мало по времени была. Да два дня она была, конечно. Да, по времени было мало, да. Я толком и не поняла, что... Спасибо, спасибо, спасибо. Спасибо, мои хорошие. Мне тоже в облегких родах все желают. А что пишут люди, что с эфиром? А у нас что-то с эфиром происходит? Зависает, ребята, или как? Адриан, нужно тебе не мультики включать, а девчонок включать. Ой, как Адриашка. Ой, слушай, потому что растет настоящий мужчина. Будет там девчонок кадрить, и девчонки его будут кадрить. Ты посмотри, какой сладулька. Что ты там кушаешь? Супчик или кашку? Глядя, я так хочу уже потискать Ксюшну красотку. Я уже буду приходить, и ее прям вот так вот... Господи, не могу отрваться от этого ребенка. Я бы так эти щечки вот так вот... Вот так вот маленькие кусочки откусала. И вот еще, Нера, еще, знаете, у деточек еще, вот тут вот, когда на ручках переходик, даже... Ага, складочки. Даже складочки. Сладочки прям... То, чего я не желаю ни одной женщине, на складочки у ребенка тут можно. Так, Нерючек, расскажи мне, что у тебя... Ты, как всегда, всех радуешь, да? Ой, да. Вот на самом деле, если бы была возможность каждому отправить средства, я бы сделала с большим удовольствием. В общем, у меня проходит сейчас мой именной ГИФ, где я раздаю, выполняю желания каждый день. И, собственно говоря, единственное условие, которое необходимо сделать, это подписаться на... Подождите, теряла уже. А, подписаться на 80 человек, на кого подписана я. И сейчас в прямом эфире мы тоже разыграем среди вас бабули. Кому-то из вас они отправятся прямо после эфира. Собственно, давайте вот сейчас 14 минут. Мы с вами в 35 стартанем, и кто-то из вас заберет бонус. Условия суперпростые. Значит, мы будем играть с вами в игру, которая называется «Циферки». Вы выходите сейчас, заходите на мой аккаунт, именно на мой аккаунт, Julia, нижнее подчеркивание, Alge, и забираете 80 человек, на кого подписана я, к себе, в друзья, в свои подписки. После этого возвращаетесь в эфир. И в 35 минут мы начинаем. Я пишу на листке какую-то цифру от 1 до 100. И, собственно говоря, пишу слово «старт», и после этого начинаю читать все ваши варианты, кто что пишет. Вы можете писать неограниченное количество цифр, самое главное, не через запятую, а один комментарий – это одна цифра, однозначная или двузначная, неважно. И вы можете отправлять неограниченное количество. Кто первый угадает, сразу после эфира напишет мне в директ, и я отправлю сразу вам бонус на карту. Вы мне пишете номер карты, я вам отправляю. Но такие бонусы я раздаю не только вот в прямых эфирах. Например, до выходных, до субботы, каждый день. Это будут окошко желаний. Вот сегодня мне там писали на косметику, бонусы я отправила. И второй бонус еще. А, на гриль. На гриль я отправила. К тому же... Юль, у тебя какие-то уведомления там стояли прикольные? Я вот что-то не поняла. Уведомления, это заходишь ко мне на страницу, те, кто не хочет быть в курсе, да, вот, всех новостей, там вверху такой колокольчик нарисован, и люди могут включить уведомления, что как только я выложила сториз, у них сразу приходит оповещение. Юлия Жукова там поделилась с вами в сториз. И он заходит и смотрит, например, да, там у меня еще проходит... Были у вас девчонки или нет? Лайтаймы, комментинг таймы и все прочее. Да. И за вот эти лайтаймы, то есть, например, вы забрали 80 человек, там, например, сегодня я публиковала задание пролайкать максимально всех этих 80 людей. И завтра я уже выберу того, кто победит и заберет тоже бонус. Вчера тоже был такой лайтайм. Вот сегодня вечером мы должны определить по программе, кто заберет. В общем, у меня есть три метода, как вы сможете забирать свои бонусы каждый день. Так. Поэтому сейчас, пожалуйста, чтобы не было никому обидно, потому что такое бывает. Вчера была такая история. Я хотела отправить большую сумму денег, бонус, большую сумму, ну, достаточно такую нормальную. 4 или 5 тысяч, что-то такое. И я, короче, уже выкладываю, что исполнено, захожу писать девушке. Она подписана на два аккаунта только, а остальные она забыла подписаться. Вот мне кажется, это самое обидное. Может быть, забыла, может, и пустила. Как бы я не знаю. Число загадаю я. Если хотите, ну, если вы хотите, может загадать другой человек, как Настя или там Ксюша, просто Настя ребенка кормит. Как вы скажете, так мы и сделаем. То есть для нас это не проблема, чтобы вы не обижались ни на кого, не думали, что у меня закоррупционировано все, что я там придумываю какие-то истории, кого-то выгораживаю, может быть. Да, смотрите, вы можете участвовать, может участвовать в Казахстан, может участвовать в Украине, Белоруссии, Молдове, неважно, из какого государства. Самое главное, что за рубеж я тоже вчера переводила, в Белоруссию я переводила, и в Казахстан вчера я переводила тоже. Просто сделала перевод за рубеж, и все, и они ушли. Поэтому это не проблема. Просто берите и подписывайтесь на 80 человек, самое главное, 80 человек, чтобы вы забрали, и вы с нами в игре. В 35 минут вы заходите все сюда, и начинаем угадывать циферку. Таджикистан, неважно вообще, откуда вы. Просто карта, мне нужно, чтобы была у вас карта. Не ваша, можно мужа карта, карта сестры. Чтобы я кому-то отправила, вам отдали эти, как бы сняли, и отдали в вашей валюте, в вашего государства. Пусть Юля, она всех видит, не отвлекается. Как вы скажете, вот пишет Ксюша, загадай ты, кто такая Настя, она из дома 2 не помнит. Да, Настя тоже из дома 2. Она просто, она с Никитой Маманским была. Настя не слышит, а Настя просто малыша кормит, да. Вот, поэтому коляски вам нужны, или, может быть, вам нужны, так, да, только жалко, что пишешь, пишешь несколько дней, и толку ноль. Юля не видит, я все вижу. Толку ноль, во сколько старт? В 35 минут. Как это толку ноль? Ребят, поймите, вы пишете не один человек там, там столько людей пишет, и если вам улыбнет, девочки проводили, как бы, эту раздачу, они понимают, что там не 10 ответов, там их тысячи, этих ответов. одна девушка там, мне вообще долбит, долбит, она без остановок, я смотрю, сообщения они шлют без остановок, они не понимают, что когда я говорю, окошко желания нужно оставить, то, значит, окошко желания, они решают, что надо писать мне в личку, ну, как бы, окей. Я просто сегодня ночью проснулась, потому что у меня телефон не замолкал, гибрирует просто постоянно. В 35 минут начнется. И, как бы, люди говорят толку ноль, если удача улыбнется вам, попадет у меня палец на вас, я отправлю, как это было вчера, вот, я в прямых эфирах раздавала бонусы также людям. Причем девушка, она говорит, я вообще ни разу не выиграла, я не думала даже, что это правда. И она как бы взяла, спокойно получила, и все. И еще важный момент по эфиру прямому. Ребят, поймите важную вещь. Не нужно после эфира мне писать, нет, я была первая, я отправляла, смотри, эта цифра вот была...